Здравствуйте, я Ольга Витковская. Рада вас приветствовать на канале Форекс новостей Инстит ТВ. Рынки до сих пор не могут прийти в себя после сообщения о снижении суверенных рейтингов в девяти стран еврозоны. Котировки на золото иену растут, евро падает. Что же ждать Европе дальше? Представитель рейтингового агентства Stanley Net Poets Морис Кремер успокоил инвесторов позитивной новостью относительно Германии. Даже в случае вхождения самой большой экономики Европы в рецессию страна сможет сохранить свой наивысший рейтинг 3A. Темпы роста ВВП Германии по итогам 2011 года, согласно первоначальной оценке, составили 2,5%. Прогнозируется, что показатель экономического роста за четвертый квартал снизится на четверть процента. На экономику давит европейский долговой кризис, растущая безработица и банковский кризис. Тем временем Европейский Центральный Банк приступил к введению мер по устранению долгового кризиса еврозоны, принятых на саммите 8 декабря. Так были снижены минимальные требования к резервам коммерческих банков с 2% до 1% с целью высвободить часть необходимой ликвидности. Данная мера, по предварительным оценкам, высвободит порядка 100 млрд евро ликвидности. Вы смотрели новости от компании ИнстаФорекс. Оставайтесь с нами. До новых встреч!